Парни, всем привет, с вами Влад Капус и ЕСПОРТС, спалились, они нам показали, как будут выглядеть карточки FIFA Mobile 19 версии. Ой, ребята, я открываю эти карточки и на самом деле кайфую сейчас. Честное слово, дизайн выглядит бомбически. Карточки межсезонья, там где Крещану Роналду мы получим, вау, они так круто выглядят. Как я понимаю, там где Неймар находится, это ретро-звезды, хотя, конечно, все может быть иначе, но мне понравилось пока что. Вау. Блин, Сане, охренительно, Келлини, Канте, Фрейд, Мина, вот это да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вам карточки больше всего понравились. Марка Ройс, офигенно, блин. Эрик Баим, Диага Коста, Дрис Мертенс. Офигенные, конечно, тут карточки. Мне лично эти карточки нравятся, а вы напишите свое мнение в комментариях, потому что, ну, мне хотелось бы узнать, что вы сами думаете насчет этого. Как думаете, какие рейтинги будут у этих игроков? Хотя, кстати, ребята, у себя в группе ВКонтакте я вижу в комментариях то, что люди пишут, что дерьмо какой-то и выглядит так себе. Лично, на мое мнение, выглядит все достойненько, потому что, ну, это необычно, во-первых. Да и думаю, они приукрасят это все и с рейтингами, и надписями будет намного ярче выглядеть. Это так точно. Пишут, дизайн как в 1998 году. Ну, может быть, конечно, но все равно они постарались. Мне лично понравилось. Супер, Неймар и Дебава в начале ФП это то. Пусть ходит изначально с рейтингом 80, но думаю, если Дебава так же качать, как и Дели Али, будет бист. Как я лично считаю, доминирование достойно выглядит. Тут нельзя вообще ничего сказать. Как все же я каждому из вас рассказывал, то, что вы получите за события межсезонья Криштиану Роналду с рейтингом 85, Тибо Куртуа с рейтингом 84, Лемара с рейтингом 82, Фредо с рейтингом 81 и Мина с рейтингом 80. Вот такие вот у нас дела. Но все может еще поменяться, конечно, потому что есть форс, непредсказуемый, это так точно. Также у меня есть табличка с полными рейтингами игроков в следующей версии PFO Mobile. Я могу вам оставить эту табличку, если вы захотите. Можете все здесь просмотреть. Кто, как бы, с каким рейтингом. И это очень круто. Ну, тут идет до рейтинга 86. Рибари 90? Откуда у него такой рейтинг, чтобы вам не соврать? Я думаю, то, что, ну, должен быть 87-86. Я, конечно, не хейтер Рибари, но все же как-то многовато ему. Велинкович Савич 90 тоже. У Неймара 90, вот это я понимаю. Где Мбаппе? Мбаппе должен быть рейтинг 91, это честно. Мое мнение, то, что я вижу, как он себя проявляет, то, что он показывает, это сногсшибательно. Как я считаю, Мбаппе в будущем будет обладателем золотого мяча, это точно. Ян Облак 88, Дега Гагадин 88, это все честно. Канте 88, я бы ему тоже рейтинг дал бы 89-90. Цесарас Филико это 88, Мануэль Норр 88, Роберт Ливандовский 88, мы это уже могли наблюдать. Ванучи тоже заслужено, Инсиния тоже заслужено, Тибо Куртуа. Ну, 88, если честно, многовато, не буду вам брать, где-то 85-84 за последнее время игры его. Антуан Грисбан 87. Ну, это вообще странно. Есть спорс, есть есть спорс, и ничего мы с этим не поделаем. Ребята, если этот видеоролик оказался для вас полезным, поставьте здесь, пожалуйста, большие лайки, напишите любые комментарии. Ну, а с вами был, как всегда, ваш Водка Пуста, и каждому из вас до скорых встреч. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok